В эту субботу музей и края вновь распахнут свои двери в непривычное для себя время. Приближается музейная ночь. А сегодня у нас в гостях Татьяна Бондаренко, заместитель директора по научно-просветительской работе Государственного художественного музея Алтайского края. Здравствуйте. Добрый день. Татьяна Владимировна, вот такой первый вопрос, быть может для вас будет неожиданный. Недавно прошла Библионочь, и некоторых местных организаторов буквально заживое задел вопрос журналистов о том, чем планируете удивлять. Вот именно удивлять. Для вас, как для музейщиков, уже тоже не диво, что музеи работают так поздно. Или все же пока еще актуально, можно задать такой вопрос, чем планируете удивлять. Ну, вообще знаете как, вот когда мне такой вопрос задают, я всегда, теперь уже я нашла на него ответ. Так, я умышленно, вот чтобы наши зрители поняли, кто знает эту ситуацию, я умышленно этот вопрос задала. Мне теперь интересно послушать вашу реакцию. Вот, и я всегда говорю, что за 15 лет, потому что в этом году Ночи музеев 15 лет, потому что в прошлом году она у нас выпала в связи с этими вот обстоятельствами, в которые мы все вместе попали, то в этом году акции ровно 15 лет. Конечно, за 15 лет удивляли всем. Теперь я говорю, удивлять я не знаю как, но порадуем это точно. Потому что всегда, как бы там вот ни было, мы всегда стараемся придумать что-то интересное, какие-то вещи, которые, ну вот только впервые запускаем. Поэтому я думаю, что посетители вот и нашего музея, и всех остальных музеев будут очень рады увидеть какие-то новые вещи. Ну вот не так давно была пресс-конференция, и вы озвучивали ряд нововведений действительно этой музейной ночи. И я знаю, что некоторые вновь присоединившиеся музеи будут радовать зрителей. Расскажите вот про них, кто впервые участвует? У нас в этом году принимают участие три организации впервые. Ну, один музей, он когда-то давно-давно у нас уже был среди участников, потом они как-то выпадали из процесса, а сейчас они возобновили свою деятельность. Это музей истории образования Алтая, который вот в структуре находится Алтайского государственного педагогического университета имени Павла Павловича Костенкова. Ну, это такой классический музей об образовании, его истории о первых ректорах и так далее. Очень интересный, потому что вот на сегодняшний день, когда у людей заметно возрос интерес к своей личной истории, к истории страны и так далее, и так далее. Вот история образования, она тоже интересна. Кто был во главе, кто осуществлял вот эту деятельность по организации, вузы и так далее, и так далее. Это очень интересно. А второй музей, он тоже в структуре вуза Алтайского государственного аграрного университета. К своему стыду, я не знала о таком музее, что он у них есть, а он у них, оказывается, есть давно. Ну, называется музей анатомии животных. Это связано вот с подготовкой, скажем так, специалистов в области ветеринарии и так далее. Вот. Ну, там тоже будут какие-то интересные вещи, но там есть ограничения по возрасту, потому что там, ну, скажем так, есть какие-то вещи такие пограничные. Но я надеюсь, что вот в рамках ночи музеев все будет исключительно с точки зрения образовательной, познавательной и полезной вот в этом музее. И еще один музей присоединился к нам, он называется музей-клуб разных предметов коллекционирования. Это когда собрались несколько коллекционеров со своими коллекциями. Вот мне это тоже очень интересно, потому что, и мне это очень вот как-то близко, потому что у меня есть своя личная коллекция. Я говорю, а может быть, вы меня возьмете тоже со своей коллекцией когда-нибудь. Со своей коллекцией чего? У меня есть коллекция пуделей. Фигурок, скульптурок. Ниже. У меня есть живой и есть скульптурки. Вот в связи с тем, что я живой, началась вот эта вот коллекция. А уже известно, где эта площадка коллекционеров будет развернута? Эта площадка работает на проспекте Ленина, 107. У них есть помещение, оно достаточно просторное. Я поняла, рядом с бывшим залом связо-художников. Бывшим залом, совершенно верно. Очень удобное по расположению, оно просторное по размещению, поэтому я думаю, что там будет очень интересно. Ну и там знакомые люди работают, там будет техника советских времен, потом автотехника, вот эти все вещи. Очень интересные, я думаю. Вы знаете, когда только Алтайский край к этой акции присоединился, я неоднократно тоже делала о музейной ночи сюжеты, мы рассказывали, что и школьные музеи приобщились в этом году, как практика, или вы про них не особо знаете? Нет, 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 почему? Они с 2009 года принимают активное участие. Как-то вот не принято просто про них говорить, а вот, наверное, стоит. К сожалению, знаете, к сожалению, потому что сейчас вот практически в каждом музее есть либо музейная комната, либо прям музей. И надо сказать, что экспонаты в этих музеях, они еще, им еще можно позавидовать, вот, государственным музеем. Вот. Ну и у них там ведется работа, безусловно, просветительская, образовательная и так далее, потому что вот на сегодняшний день музей в школе – это центр воспитательной работы. Вот. И поэтому ежегодно школьные музеи в той или иной степени разное количество, в этом году их девять. Вот. Они принимают участие, у них есть свои программы, интересные программы. И самое главное, что они вот в это время становятся, скажем так, культурным центром в своем микрорайоне. И к нему идут жители, во-первых, родители, дети там и так далее. Очень интересно. Где размещена информация о их работе, потому что это очень важно для людей, которые, ну, вот, не знают, что у них в школе есть такой интересный музей. Да. Информация о программах школьных музеев размещена в сводной программе, которая на многих ресурсах. Да. Это ресурс Министерства культуры Алтайского края, это группа ВКонтакте «Ночь музеев Алтайский край», есть там сводная программа. Это сайт нашего музея и, конечно, это сайты государственных музеев, краеведческий музей, музей литературы и искусства культуры Алтая и так далее. Вот. На всех сайтах есть, пожалуйста, есть еще время, можно всю программу сводную, она там почти на 30 страниц, ее скачать подробно, с тем, как доехать, позвонить, уточнить и так далее. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну, коль уж вы заговорили про оргвопросы, когда ехать, уточнить и так далее, общественный транспорт работать будет? Да. Общественный транспорт будет продлен, два маршрута. Подробно это тоже вот на нашем сайте можно посмотреть, потому что вот буквально на днях мы эту информацию подробную. Ну, давайте для тех людей, которые не пользуются интернетом, а смотрят телевизор. Да, я, к сожалению, могу, знаю точно, что будет седьмой троллейбус, по-моему, и двенадцатый трамвай. И вот у них там немножко будут, по-моему, маршруты даже как-то то ли изменены, вот они там захватывают достаточно большую территорию, вот. Ну, по своим идут маршрутам, ну и там как-то вот не знаю, это надо уточнять. Ну, в общем, лучше все же действительно... Лучше все-таки уточнить, да, уточнить хорошо. Могу быть немножко не точнее. Давайте поговорим по билетам. Раньше, давным-давно, они были единые, один купил и гуляй себе сколько хочешь по музеям. Как теперь? Это была хорошая практика, удобная, да, для людей один купил и голова не болит. Ну, к сожалению, знаете как? Время идет, проект меняется, развивается, должно что-то происходить новое в нем. И вот на каком-то определенном этапе мы решили попробовать, а что если мы будем продавать билеты каждый в своем музее. Вот, ну, все хорошо. В смысле, это касается только муниципальных, государственных музеев? Да, это касается тех музеев, которые, как мы говорим, у которых в уставной деятельности есть билетное хозяйство, которые не могут работать без билетов. А галереи будут работать в этот день? А галереи работают, есть и галереи универсом, есть... То есть они тоже считают этот день своим, в общем-то, да? А есть ли какие-то музеи или выставочные пространства, которые в этом году, ну, скажем так, из-за пандемии отвалились, что ли, боятся работать? Есть, есть. Вот у нас есть два такие замечательные имени, на самом деле очень жаль, что они не стали принимать участие. Ну, у них там какие-то вот сложности именно с недостатком сотрудников и так далее. Это мир времени, замечательный совершенно музей, у него несколько площадок всегда было, там программа была очень... Интересно. Ну, вот, к сожалению, Сергей Валерьевич Карипанов решил, что они не принимают в этом году участие. Но это же не принудительная акция. Нет, нет, это да, это вот исключительно внутреннее какое-то решение. И музей, как называется, радиотехники советских времен, Искор, он был на потоке, на улице Титова, тоже очень интересный музей, ну, тоже вот руководство приняло решение... Ну, он все больше пришкольный, мне кажется, да, такой формат на стиле? Ну, нет, он частный музей, это частный у него, он очень интересный был, программа у него всегда была интересная. Но, к сожалению, они решили не принимать участие вот в силу своих вот этих обстоятельств. Мы не можем приказать. Ну, художественный музей в силу разных обстоятельств все равно будет работать. Конечно. И раз уж мы здесь, давайте тогда позволим рассказать чуть-чуть подробнее о вашей программе. Давайте. Я говорю, мы даже оставшись на 10 квадратных метрах будем это делать. Вот. У нас, ну, исходя вот как раз вот из места, из того, что мы можем сделать на своих небольших площадях, мы решили, что в этом году мы часть программы выносим у нас во двор. Ну, есть у нас такой маленький небольшой дворик. И мы решили, что у нас будет, чтобы, ну, программа была интересная, чтобы людям вот находиться там было приятно, мы решили провести в этом году граффити-шоу. Вот мы начнем с этого. Мы даже изменились в интонации, когда начали рассказывать про свой музей, так сразу... Да, ну, я люблю свою работу, я люблю свой музей. Да, да. Вот. И поэтому вот граффити-шоу, мы уже начали эту работу подготовительную, и у посетителей будет, конечно, возможность понаблюдать, как этот процесс. А подготовительная работа, я позволю вас перевести, ночью выставляли проектор, да, на определенном здании. И вот наметочки делали, где потом, и как рисовать. Да, наносили эскиз, это я тоже удивилась, потому что... Ну, это такая технология, кто знает, кто знает, да. Да, для меня это тоже было прям открытие, вот, ну, знала. А что там будет изображено? Я нисколько не жалею, что я до часу ночи на холоде провела. Вы знаете, у нас эскиз такой, мы согласовывали его, ребята. Команда такая интересная у нас это будет делать, прям, мы познакомились. Вот для меня это тоже открытие, ребята очень интересные, они прям интересные ребята. Вот, они сделали эскиз, который, концепция такова в двух словах. Искусство созрело и выходит в народ. Значит, вот у нас то место, где будет расписываться, вот это будет все посвящено вот этой концепции, будет написано слово «искусство», оно читается. В общем, мы теперь облагородим некое пространство наше, которое было, ну, не очень таким симпатичным, оно теперь будет притягивать взгляд, и вот прям, я думаю, что даже станет зоной для фото. Сессий всяких разных. Вот, это одна вещь. А вторую вещь мы решили тоже, это мы не авторы вот этой вот программы, задумки. Фотосушка. Единственное, что это международная акция, ее давно делают, она не нова, ее и в Барнауле делали не однажды. Вот, но у нас тематика другая, тематика наша, скажем так. Поскольку мы здесь все-таки художественные, мы должны говорить о художественных особенностях окружающего мира, мы предлагаем тему арт-грани Барнаула. Барнаул скульптурный, Барнаул художественный, Барнаул живописный и так далее. Все, что касается к художественному творчеству относится. Поэтому вот на сегодняшний день, вот если кто-то еще не слышал об этом, у него есть возможность еще поучаствовать. Вот хотела как раз попросить вас, если кто-то не слышал, что такое фотосушка. Фотосушка. Это когда во дворе музея будут натянуты бельевые веревки, и на этих бельевых веревках на прищепках висят фотографии. От музея будет подарок. Мы тоже дарим жителям города, которые придут на эту акцию, фотографии сюрприз. Не буду говорить о чем. Когда вы приходите со своей фотографией, со своей художественной фотографией на тему Барнаула скульптурной или живописной и так далее, вы вешаете свою фотографию, можете наоборот написать пожелание неизвестному человеку, который возьмет эту фотографию, а себе взамен взять любую понравившуюся. То есть это своеобразный такой обмен фотографиями на тему «Артграни Барнаула». На память останется об акции, об Барнауле. С течением времени эта ценность возымеет невероятную. Поэтому это тоже такое вот хорошее действие. Конечно, у нас акция же, она всегда посвящена каким-то событиям, каким-то датам. И в этом году большое такое событие, с которым мы совпали, и, собственно, поэтому у нас акция 22 мая проводится, потому что во всей России она 15-го прошла, второй этап Кубка мира по гребле. И мы решили это тоже дело отметить. И мы для этих вещей приготовили замечательный мастер-класс, совершенно замечательный мастер-класс по росписи весла. Это тоже не наша идея. Это тоже делается, особенно в странах Скандинавии, это для интерьера. Весло одно будет? Одно? Почему? На всех? Их будет много. Много? Да. Мы приготовили их разного размера. Маленькая лёселка, как сувенирочки. Как сувенир, такие вот сувенирные штучки. Побольше. И люди, пришедшие на этот мастер-класс, его распишут. Причем пермогорской росписью не просто вот так, как попало, а вот определенной росписью. Вот я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться на сегодня. Очень жаль. И вот первый мой вопрос, чем планируете удивлять, был бы, судя по вашему рассказу, вполне уместный. Потому что вот все, что вы перечислили, для меня это кажется действительно чем-то новым для Барнаула. Тем более уже для музеев. Поэтому я думаю, что приглашаем всех на музейную ночь. У нас еще есть шанс к ней присоединиться. Все, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Присоединяйтесь к музейной ночи. Но я напомню, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Бондаренко, заместитель директора по научно-просветительской работе Государственного художественного музея Алтайского края.